Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественно и сверхъестественно. Мой сегодняшний гость считает, что для каждого у Бога есть хорошее предназначение. Это касается и вас также, но лишь немногие верующие находят свое истинное предназначение. Хотите узнать, как вам найти посланное от Бога предназначение? Существует ли сверхъестественное измерение? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы «Это сверхъестественно». Я протестую. Извините, но я протестую. Мне довелось родиться евреем. Я знаю, что в Библии сказано, что верующие язычники однажды заставят верующих евреев им завидовать. И это просто возмутительно. Гильермо, не надо так с нами поступать. Знаете, иногда я звоню Гильермо и спрашиваю, «Расскажи мне что-нибудь новенькое». И в прошлый раз он ответил мне, «Да, ко мне приходил Господь. Он дал мне новую мантию. Я перешел на новый уровень. Что же со мной-то не так? Господи, я бы тоже не отказывался от новой мантии. Гильермо, так что же там произошло-то? Всякий раз, когда Бог дает вам мантию, это означает, что у Него есть для вас задание. Иначе говоря, если вам нужно выполнить какое-то задание, Бог дает вам мантию. И мне кажется, что во времена, в которые мы живем, нам нужна новая мантия. Вам не преодолеть это без мантии. Это чудесно, но недавно я кое о чем прочитал в газете и новости, эти были отнюдь не так чудесны. Среди молодых людей началась настоящая эпидемия самоубийства. Я могу добавить, что самоубийство совершают не только молодые люди. Почему же так происходит? Это ведь слишком... Причина этого в отсутствии предназначения. Предназначение — это изначальное намерение, по которому вас создал Бог. Если вы не знаете своего предназначения, поскольку эти люди, это поколение, не знают своего предназначения, им чего-то не хватает, и смерть кажется им более привлекательной. Также такие люди часто говорят «мы не одинок». Одиночество — это не отсутствие компании, это отсутствие предназначения. Тогда вы видите перед собой людей, которые не знают, куда им идти. Если вы не знаете, куда вам идти, значит, у вас нет предназначения. Предназначение — это начало вашей судьбы. Вы не знаете, куда идете, если не знаете своего предназначения. Бог желает говорить с людьми, которые нас смотрят. Какое изначальное намерение было у Бога? Бог создал всех для определенного предназначения. Так много людей задают себе четыре вопроса. Кто я? Вот где можно видеть кризис самоопределения. Откуда я? Мы от Бога. Мы произошли не от обезьяны, а от Бога. Мы появились не в результате большого взрыва. Мы от Бога. Кто я? Откуда я? Вопрос номер три. В чем причина моего существования? Это вопрос о предназначении. И, наконец, четвертый вопрос. Какова моя судьба? Куда я иду? Авраам осуществлял свое предназначение в 75 и в 100 лет. Поэтому неважно, сколько вам лет. Моисею было 80. Да, 80. Так что возраст не имеет значения. Время еще есть. Бог обязательно даст вам предназначение. У вас есть ваше Божие предназначение. Бог создал вас не просто так. Но знаете, ведь многие люди, которые смотрят нас сейчас, этого не понимают. Они винят дьявола за все нехорошее в своей жизни, не осознавая, что происходит процесс очищения. Для большинства из них это нечто непостижимое. Что вы думаете по этому поводу? Все мы были созданы духовными созданиями, прежде чем стали людьми. Мы были созданы в духе еще до сотворения мира. Бог создал нас еще тогда, и вот мы пришли на землю, а все, что Бог посылает на землю, должно пройти через определенный процесс. Что это за процесс? Послушайте меня те, кто смотрит нас из дома. Это не что иное, как шаги, действия и решения в соответствии с вашей судьбой. Иначе говоря, вы должны жить в соответствии с вашей судьбой. Если вы не покоритесь своему процессу, вы никогда не будете жить в соответствии с вашей судьбой. Это поколение желает всего сейчас, мгновенного удовлетворения. Жертвенность для них это плохое слово, потому что они никогда не проходят через свой процесс. Они хотят стать миллионерами, ничего не делая. Они просто хотят, как будто бы, нырнуть в благословение. И я таким был, мне это знакомо. Лично я считаю, что вы должны пройти через определенный процесс. Многие люди смотрят нас и задают вопросы. Я не понимаю, почему я все еще жив? Потому что у вас есть великое предназначение. У вас есть предназначение, а еще вы должны пройти через определенный процесс. Уровень вашего процесса – это уровень вашего предназначения. Если ваш процесс сложен и велик, то ваше предназначение тоже велико, и это здорово. Знаете, что еще? Тогда дьявол бежит от вас в миллион разных сторон. Если вы находитесь в процессе очищения, вы можете начать радоваться прямо сейчас. Потому что Бог знает, что может вам доверять. И как только этот процесс закончится, Бог начнет делать через вас просто невероятные вещи. Когда мы вернемся после паузы, мы как раз и поговорим об этом. Гильермо расскажет нам о медсестре, у которой есть доступ к чудесам. И она помогает людям, когда врачи не могут ничего поделать. Оставайтесь с нами. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Знаете, я не раз лежал в больнице, у меня были и хорошие медсестры, и плохие медсестры. Но у меня никогда не было такой медсестры, как та, которая посещала ваш учебный семинар. Что там произошло? Сид, милость Божия, которая идет через меня, миллионы людей приходят к сверхъестественному. Эта медсестра стала одной из тех, кто ведет сверхъестественную жизнь. У ее сына были проблемы со здоровьем. У него был менингит, и врач сказал, что его никак нельзя излечить. Для этого не было лекарства. Но его мать не согласилась с этим. Она так и сказала, я с вами не согласна. Она стала молиться за своего сына, и Бог исцелил его. После этого она сказала, теперь я знаю свое предназначение. Я буду медсестрой и буду помогать в тех случаях, когда люди попадают в больницу. И врачи говорят, что не могут их излечить, и говорят, давайте отправим их к нашей медсестре. Она стала чудотворной медсестрой. К ней попадает много больных, к ней отправляют даже тех, кто умер. Она молится за них, и они воскресают из мертвых. Вот что она сейчас делает в больнице. Когда врачи и наука ничего не могут сделать, она молится за тех, кто болен, и они исцеляются. Разве это не замечательно? Вы утверждаете, что Бог помажет нас для нашего предназначения. И не только для того, что хотим сделать мы. Эта сестра была помазана для осуществления своего предназначения. Объясните, что это значит. Все мы помазаны в соответствии с нашим предназначением. Бог посылает помазание, потому что у каждого из нас есть свое задание. Что же такое помазание? Помазание — это божественные способности. Божественная сила совершать невозможное. Иисус сказал, «Я пошлю вам силу совершать невозможное». Это касается не только известных епископов, апостолов или учителей. Это касается каждого верующего. Для того, чтобы вы и я выполнили свое жизненное предназначение, мне нужна эта божественная сила. Именно это и считалось критерием служения Ветхом Завете. Каждому человеку, которого Бог призывал ему служить, он говорил, «Тебе нужно помазание. Оно нужно даже мессии». А помазанными могут быть только пасторы, которых мы видим в телевизоре? Нет, помазан каждый верующий. Вы не сможете исполнить свое жизненное предназначение, если у вас нет на то помазания. А что бы вы сказали человеку, который смотрит нас и говорит, «Я помазан, но у меня нет денег на то, чтобы исполнить свое предназначение». Когда вы найдете свое предназначение, вы найдете и процветание. Бог обеспечивает вас всем необходимым именно тогда, когда вам это нужно. И изобилие и избыток придут к вам, когда вы начнете исполнять свое предназначение. Много людей живет ради своих целей. Именно поэтому большинству из нас, проповедников, приходится рассказывать людям об их предназначении. Потому что когда они находят свое предназначение, они находят и процветание. Лично я не беспокоюсь об этом. Если Бог призвал вас, то Он обязательно обеспечит вас всем необходимым. Хорошо, теперь позвольте мне кое-что добавить. Сегодня у апостола Мальдонада есть доступ к самому сильному уровню Божьей славы. Я никогда прежде не видел у него такой силы. И это так, потому что недавно вам явился сам Бог. Я верю, что Бог послал вам слова, которые изменят жизнь наших телезрителей. Пожалуйста, поделитесь ими с нами. Я чувствую, как течет сила Божия. Я вижу человека, которому нужно новое сердце. У вас проблемы с сердцем. Вашим сердцем нужно заменить клапан. И Бог посылает вам новый клапан прямо сейчас. А еще Господь говорит мне, что сейчас нас смотрит много людей, у которых были удалены какие-то органы, и им нужны новые органы. Отец, я вижу человека, у которого проблемы с почками. Он на диализе. Вы уже готовитесь к смерти, потому что ваше тело уже не может держаться. Сейчас оно работает всего на 10%. Но Бог прямо сейчас посылает вам новую почку во имя могущественного Иисуса. Я вижу кое-что еще. Я вижу ребенка лет 9. Ты не можешь говорить, ты не можешь слышать, но Бог спасает тебя прямо сейчас. Бог открывает твои уста, и вскоре ты начнешь говорить. Мама этого ребенка, идите и попробуйте с ним поговорить. Попробуйте поговорить с ним в первый раз в жизни. Бог исцеляет его прямо сейчас. Отец, прямо сейчас я посылаю людям много чудес сотворения. Сейчас на вас нисходит божественная сила во имя могущественного Иисуса. Берите ее. Бог создает новые колени. Я проповедовал в одной стороне, и там у человека был коленный протез. Я подозвал его к себе, и Господь послал ему новое колено. Бог посылает новые колени и вам. Создаются новые кости. Создается новая плоть. Сегодня Бог обратился ко мне и сказал, «Я пошлю через тебя чудеса сотворения». Прямо сейчас во имя Господа Иисуса Христа я вижу, как исцеляется глаукома. Сейчас происходит так много чудес. Вскоре вы сами все увидите. Бог дарует людям божественную способность ощущать сверхъестественное. Отец, я посылаю ее к каждому человеку, который смотрит на нас сейчас. Пусть они начнут ощущать сверхъестественное и совершать чудеса и знамения. Я посылаю им эту способность. Берите ее. Начните воскрешать с мертвых и исцелять больных во имя Господа Иисуса Христа. А еще я вижу женщину по имени Марики. Прямо сейчас Господь исцеляет что-то в вашем теле, а именно в вашем чреве. У вас были удалены репродуктивные органы. Я чувствую, что Бог сейчас с вами, обращаясь к вам. Прямо сейчас вы начали что-то ощущать в своем животе. Прямо сейчас восстанавливается ваш женский орган. Я видел это чудо много раз. Бог создал новые органы в вашем теле. Отец, во имя Иисуса, я вижу еще одну женщину. Сид, у нее из-за рака удалили одну грудь. Прямо сейчас Бог создает вам новую грудь. Пожалуйста, сообщите нам об этом чуде. Если вы смотрите на нас сейчас, то позвоните нам. Это чудеса сотворения. Это время необходимых чудес сотворения. Во имя Господа Иисуса Христа. Обретите их прямо сейчас. Аминь. И еще раз аминь. От себя я добавлю кое-что еще. Я много раз встречался с апостолом Мальдонадо. Гильермо, сейчас вы перешли на новый уровень. Когда мы вернемся после паузы, я попрошу апостола Мальдонадо помолиться апостольской молитвой и пророчествовать, чтобы явить вам вашу судьбу. О да. И ваше предназначение. Вскоре мы вернемся. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Ибо Он есть наш мир, соделавший из иудеев и язычников одно, и разрушивший стоявшую посреди преграду, дабы создать в себе самом создать в себе самом дабы создать в себе самом одного нового человека. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Один новый человек. Это сверхъестественно. Гильермо, вы утверждаете, что Божие предназначение сильнее любого обстоятельства в нашей жизни. И даже тогда, когда кто-то пытается вас убить, да, предназначение сильнее, чем планы. Предназначение сильнее, чем наши враги. Предназначение сильнее даже, чем смерть. Предназначение гораздо сильнее, чем гонение. Как-то... Да, расскажите эту историю. Как-то я служил в одной из стран Южной Америки, и вот мы закончили службу. После этого шесть человек с оружием пришли к дому, где я со своей командой собирались отужинать в тот вечер. Они вошли в тот дом и приставили дуло своих пистолетов к моей голове и к головам всех остальных. Они сделали так не потому, что мы что-то украли, а потому что мы проповедовали благою весть. И как вы думаете, о чем я подумал в тот момент, когда к моей голове приставили эти пистолеты? Вы догадываетесь? Так о чем же вы подумали? Я мысленно обратился к Господу, Сид и сказал ему, «Господи, я не исполнил своего предназначения, поэтому смерти меня не достать». Итак, вы утверждаете, что ни одному демону из ада не забрать вас из этого мира, пока вы не исполните свое предназначение. Вот что говорит Бильермо, и знаете, что произошло в тот же момент, Сид? Они ушли. Они забрали у нас часы и немного денег, и, как видите, я здесь. Я продолжаю проповедоваться. Есть еще одна вещь, о которой нам часто говорят врачи. Это касается того, как люди получают всякие ужасные болезни. Причиной большинства болезней, возможно, даже 98% болезней, является фактор под названием стресс. Да, стресс. Я бы сказал, что стресс связан с сердцем. Давайте я расскажу людям, которые нас смотрят, что такое стресс. Пожалуйста. Просто стресс – это всего лишь результат наших попыток сделать то, что может сделать только Бог. Иначе говоря, многие люди испытывают стресс, потому что хотят сделать то, что может сделать только Бог. Поэтому вам нужно просто отпустить это все и предоставить сделать это Богу. Забудьте про ваше беспокойство и ваши тщетные попытки. Предоставьте это Богу. Отпустите ваши проблемы. Вы больны целым. Вы ощущаете мучения. Есть вещи, которые вы не можете сделать сами. Предоставьте их Богу и уповайте на Бога. Вы знаете, где лучше всего отдохнуть? От стресса рядом с Богом. Рядом с Божьей славой. В Библии это называется изобилием. Где Бог, там изобилие всего. Рядом с Богом вы будете полны покоя. Вы учите и пишете о ключах к знанию нашего предназначения. Ощущать Бога подчас очень трудно. Например, если вы боретесь со своими проблемами, и вам хочется воскликнуть «Боже, что же мне делать дальше?» Если вы хотите ощутить истинный Божий покой, «О, да». Вам нужно знать свое предназначение. Прежде всего, чтобы узнать ваше предназначение, вы должны познать Бога. Вам никогда не узнать вашего предназначения. Вам никогда не узнать ничего, пока вы не познаете Бога. Ведь это Бог послал вам ваше предназначение. Во-первых, важны показатели вашего предназначения. Как вам понять, что является вашим предназначением? Во-первых, я бы сказал, что это гнев. Святой гнев, божественный. Касательно того, что приводит вас в гнев, вы призваны принять решение. Моисей, увидев, как египтянин избивает еврея, очень рассердился и убил того египтянина. Поэтому обратите внимание, что вызывает у вас гнев, святой, божий гнев. Именно эту проблему вы были призваны решить. Во-вторых, важно ваше сострадание. Что вызывает у вас сострадание? Это могут быть дети. Возможно, так происходит всякий раз, когда вы видите тех, кто болен. Сейчас нас смотрит много людей. Я хотел бы сказать для некоторых из вас. Я вижу человека, призванием которого было читать проповеди, но вы ушли от Бога. Еще я вижу бизнесмена, чем призванием было инвестировать в Царство Божие. Вы так много видели, но не хотите ничего знать о своем предназначении. Теперь Бог снова призывает вас. Независимо от того, сколько им лет? Да, не важно, сколько вам лет, ибо Бог может такое. О, Сид, мы живем во времена, когда Бог все ускоряет. Прекрасно. Бог сделает это быстро. Вы не представляете, чего вы лишаетесь, не зная Бога. О, да. Не зная Бога. Мда. Вы не должны ничего упустить. Гильярмо, вы могли бы помолиться за наших зрителей апостольской молитвой, чтобы они смогли постичь и исполнить свою судьбу? Сейчас я попрошу вас протянуть руки ко мне. Отец, во имя Господа Иисуса Христа, я вижу 13-летнего мальчика. Ты совсем ничего не видел, но Бог только что тебя исцелил. Ты просто ощутил тепло в глазах. Отец, во имя Господа Иисуса Христа, я посылаю людям их предназначение. Отец, я прошу Тебя открыть глаза каждому человеку из тех, кто смотрит на сейчас. Пусть их глаза откроются, и они все увидят. Яви им их предназначение. В чем причина их существования? Отец, я помазываю их обрести свое предназначение. Отец, я прошу Тебя сейчас явить нам сострадание, явить нам страсть. Огонь Божий, пусть он зажжется даже в костях этих людей, чтобы они смогли вернуться и исполнить свою судьбу. Направь тех, кто хотел покончить жизнь самоубийством. Нас смотрит много молодых людей, которые подумывают о самоубийстве. Прямо сейчас, во имя Господа Иисуса, пусть все духи смерти покинут их разумы. Прямо сейчас я освобождаю вас от этих мыслей и посылаю вам вашу судьбу, ваше предназначение. Я вижу Бога. Я вижу, как у людей происходит встреча с Богом. Вы только что кое-что увидели. Бог сейчас обращается к людям. У некоторых из вас скоро будут вещи и сны, и видения о вашем предназначении. Вы были созданы для исполнения определенного предназначения. И Бог посылает вам вашу судьбу. Отец, открой им глаза, чтобы они увидели. Открой уши, чтобы они услышали. Я посылаю вам помазание Святого Духа. Спасибо тебе, Господи. Я посылаю людям помазание. Сейчас нас смотрит один человек. Бог призывает вас. У вас такое великое Божие предназначение, но вы отвернулись от Бога. Вас зовут Марк. Бог прямо сейчас наклеивает на вас особую марку, чтобы вы могли достичь своей судьбы и предназначения. Я провозглашаю Бога. Все планы нашего ворога пойдут прахом. Он не остановит исполнение вашего предназначения, вашей судьбы. Я убираю все препятствия. Я крушу его планы. И прямо сейчас посылаю вам сверхъестественные способности для совершения чудес, исполнения вашего жизненного предназначения. Я говорю вашу жизнь. Я пророчествую судьбу. Я пророчествую Божие предназначения во имя могущественного Господа Иисуса. А вот что скажу я вам. Сегодня первый день начала осуществления вашей судьбы. Да, это так. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, меня зовут Кевин Задай. Смотрите следующий выпуск программы «Это сверхъестественно», где я расскажу вам о том, как ангелы Господни были посланы помочь исполнить все, что написано о вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова о том, что хотите помолиться и сообщить другим, сколько времени вы провели в молитве. В нашем приложении Всемирного молитвенного сообщества вы сможете оставить свои молитвенные просьбы. Также вы найдете видеоучение о том, как получить крещение Духом Святым и как ежедневно и эффективно молиться на сверхъестественном языке, который дал вам Бог. Смотрите архивы наших программ АСН, сети «Это сверхъестественно», чтобы созидать свою веру и поверить в невозможное. Приложение бесплатное, доступно на всех девайсах. Зайдите в свой магазин приложений и найдите «Разговор с Богом» Сидорота. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению АСН. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ, когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. АСН — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.